В эфире ОНТ Наши новости. В студии Екатерина Тишкевич. Здравствуйте. Итоги уборочной, подготовка к весенним полевым работам, ситуация на границе, санкционная риторика Запада, возвращение к плановой медпомощи и экономический блок вопросов. Александр Лукашенко затронул большой ряд актуальных тем на совещании с правительством и поставил задачу. Уборка завершена, но аграрии не должны расслабляться, отметил президент. Глава государства поручил подготовиться за зиму к раннему севу и отремонтировать технику. Еще одна из тем внутренней повестки – ситуация в здравоохранении. С учетом отступления ковида больницы должны в полном объеме возвращаться к плановым операциям. И реформы в предпринимательской деятельности. Малый бизнес должен развиваться. Но уход в теневой сектор и уклонение от уплаты налогов недопустимы. Но основной акцент совещания – грамотная работа с землей и раннисев. Традиционно калийное удобрение мы вносим под взят. Технологии соблюдаются. Да, надо качественнее пахать. Пока еще не очень хорошо пашем. Хуже Владимир Павлович, чем мы пахали в советские времена. Но тогда контроль был с вашей стороны приличный. Хуже, хуже, хуже. И связано это с тем, что, ты хочешь сказать, и трактора, и плуги, и прочее лучше. Но связано с тем, что безответственно к этому подходят. Механизатору плуг зацепили езжай. Вместо того, чтобы как нас когда-то равняли. Ты же был во главе этого. Вы нас равняли тогда очень прилично. Площадки специально ровные бетонировали. Пригоняли трактор с плугами, выравнивали, чтобы этих гребней не было. Сегодня гребнистость после вспашки везде. Даже в Гродненской области. Только отдельное хозяйство заботится о культуре вспашки. Я почему об этом говорю? Потому что это прямая экономика. Если ты плохо вспахал, то тебе вместо одной культивации надо делать три следа культиваторам. А это в три раза большие затраты. Ранний сев – это закон. У нас мощность тракторного парка, сейлок и прочее предостаточная. Очень мощная. И работать надо днем и ночью, как это делают частники. На совещании отдельно остановились на вопросах поддержки предприятия Амкадора и целесообразности строительства нового корпуса Белгосуниверситета. Президент отметил, что для принятия окончательного решения по объектам им нужна дополнительная информация от правительства и мотивация этих предложений, а также финансовое обоснование. Коснулся Александра Лукашенко еще одной важной темы. Президент поставил задачу обеспечить контроль за передвижением войск НАТО. Зафиксировано наращивание присутствия у наших границ. Обратить внимание и не бросить. Александр Лукашенко поручил правительству определиться, какую помощь можно оказать беременным женщинам и детям, которые находятся на границе. Напряженная остается обстановка на польской границе, где скопились несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока. В эти минуты в лагерь встреча с представителем ООН. К людям, которые бежали от войны и конфликтов на родине, на четвертый день приехал представитель офиса по делам беженцев. Его тут же обступили люди. Много вопросов. Главное, почему они здесь? Почему их избивают поляки, нарушая тем самым международное право? Волнует людей, почему дети спят на земле? Разговор пока не получается. Представитель офиса раздает беженцам бумаги на русском, арабском, английском. Там номера телефонов, позвонив по которым, можно попроситься обратно в Ирак или же запросить убежище в Беларуси. Но люди категорически против. Мы не уйдем с границы. Нам нужно в Европейский Союз. Туда больше ничего. Ведь нам нужно перейти через границу. Мы ищем будущее. У нас нет будущего в нашей стране. Тем временем в лагере готовятся к холодам. В тумане рядом с палатками стоят шалаши. Для скрепления поленьев используют проволоку из польского забора. По той стороне границы силовики вплотную подогнали водометы. Видимо, по случаю Дня независимости Польши. Впрочем, уход от проблемы продолжается. А некоторые заявления и решения вызывают только удивление. Пока в Польше отказываются пропускать беженцев, в Совете безопасности и обороны Украины предложили немецким политикам размещать мигрантов у себя дома. В частности, в украинской организации предложили немцам взять к себе домой до пяти беженцев. В случае нехватки места у депутатов разместить в Бундестаге в свободных кабинетах. Причиной столь резкого высказывания стало заявление одного из депутатов немецкой социал-демократической партии в адрес Украины. Киеву предложили взять себе нелегалов на передержку, пока оформляются документы. Европейские чиновники хотят эту проблему перекинуть на кого угодно, а также раздуть скандал, но только не попытаться решить. О том, что конфликт создается на показ, говорят эксперты и представители гражданского общества, а также различных организаций. Беларусь никогда не провоцировала и не намерена провоцировать пограничные инциденты, а вся ответственность в сложившейся ситуации на белорусско-польской границе полностью лежит на Соединенных Штатах Америки и их союзниках по НАТО. Такое мнение высказали члены Белорусской коммунистической партии. Они также решительно осуждают эскалацию конфликта, которую, по их мнению, развязала официальная Варшава. Коммунисты Беларуси в своем заявлении отрицают любые обвинения в адрес Минска и Москвы и считают их безосновательными. Авторы документа подчеркивают, что ситуация на белорусско-польской границе – это лишь попытка решения собственных геополитических интересов ЕС. При этом используется насилие – один из самых грязных методов. И такая враждебная политика уже стала нормой для коллективного Запада. Прекратить нагнетать обстановку на границе и остановить нападки на суверенную Беларусь – главный посол заявления Коммунистической партии страны. Поздравить по-соседским в связи с национальным праздником независимости, который отмечается сегодня в Польше, поздравление польскому народу направил Александр Лукашенко. Из древней две нации связывают прочные узы. В их основе культурные ценности, добрососедство, гуманитарные и экономические контакты. Президент уверен, что даже сейчас, несмотря на политическую конъюнктуру и жесткие вызовы, народы Беларуси и Польши способны вместе работать над реализацией прагматичных объединительных идей. Убежден, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты и совместная работа на международной арене послужит настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран. Говорится в поздравлении. Полтора миллиона доз вакцин. В Беларусь доставили очередную партию китайского препарата от коронавируса. Почти 14 тысяч километров и 20 часов в пути. Этой ночью самолет с ценным грузом приземлился на аэродроме Мочулище. Экипаж в полной сохранности доставил вакцину Верацел. Миллион доз этого препарата закупило Министерство здравоохранения нашей страны. Еще 500 тысяч и столько же шприцев безвозмездно передала китайская сторона. Сегодня подписи под документом о передаче медицинского груза поставили министр здравоохранения Беларуси и посол Китайской республики. Вакцинация пошла ускоренными темпами. Я полагаю, что мы все-таки в хорошем смысле слова достучались до тех наших граждан, наших жителей, которые, может быть, сомневались, может быть, каким-то образом взвешивали. И сейчас и вакцина спутники, и вакцина китайская востребованы, и темпы вакцинации еще усилились. Поэтому мы еще будем закупать вакцину. И поэтому полагаем, что все желающие будут вакцинированы. Мы уже представляли Белоруссию четыре партии китайской инактивированной вакцины в дар общим объемом 1 миллиона 400 тысяч доз. Почему? Мы никогда не забудем, когда в Китае в начале вспышки эпидемии Белоруссия является первой страной, которая представляла нам гуманитарную помощь. Как раз отражает истинный смысл пословицы «друзья познаются в беде». В ближайшее время вакцина ожидает входной контроль к качеству. После Верацел направят в медицинские учреждения страны. В мире же заболеваемость с коронавирусом растет в третью неделю подряд. Число зараженных превысило 250 миллионов. В Европе эпидситуация остается напряженной. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот регион единственный в мире, где растет заболеваемость и смертность. Многие страны продолжают бить антирекорды. Так, в Дании с декабря прошлого года 3000 новых случаев заражения. Еще два месяца назад Дания первая из европейских стран сняла все внутренние ограничения. Теперь в стране вновь ведут ковид-паспорта. Антирекорды в Германии. Впервые за все время пандемии. За сутки более 50 тысяч новых случаев. В стране заговорили о четвертой волне ковида. Критические отметки в Украине. В стране тысячи больных в тяжелом состоянии. Второй день фиксирует более 800 смертей в сутки. В Словакии также антирекорды по заболевшим. В некоторых районах вводится режим ЧС. На работу можно попасть только при наличии отрицательного ПЦР-теста или с ковид-паспортом. За фальшивый сертификат грозит штраф в 1000 евро. Главная гражданской коалиции Судана заявляет, что не будет вести переговоры с военными, которые силой захватили власть. Позицию довели на первой пресс-конференции после октябрьского переворота. Накануне суданская армия заявила, что ведет переговоры с бывшим премьером страны. Ему предлагается вернуться на свою должность, но он против. Находится под домашним арестом и требует полного возвращения страны к условиям до переворота. Поддержала его гражданская коалиция, которая отвергает какое-либо партнерство с военными. Конференция по климату в Глазго продолжается, однако результаты не видны, утверждают эко-активисты. На акции протеста вновь вышли сотни демонстрантов. Они обвиняют в бездействии мировых лидеров. Участники саммита обещали ограничить вырубку лесов, отказаться от угля и сократить выбросы метана. Но этого, по мнению эко-активистов, недостаточно, чтобы ограничить глобальное потепление. А инициативу крупных компаний по финансированию спецпроектов называют никак иначе, как маркетинговым ходом. Только за последние дни протестные волны охватили около сотни стран. Эко-активисты говорят, что климатические проблемы несут человечеству угрозу не меньшую, чем коронавирус. Стихийное бедствие в Шри-Ланке из-за непрекращающихся ливней, наводнений и оползней погибли как минимум 25 человек, в том числе из-за ударов молнии. Несколько тысяч человек вынуждены искать убежище в домах родственников или государственных центрах помощи. К спасательным операциям привлечены военные. Дожди льют уже больше недели и, по прогнозам синоптиков, ситуация только усугубится. От потопа пострадала почти половина из 25 районов страны. Значимый ущерб нанесен центральному нагорью острова, где выращивают чай. Несмотря на то, что осень – традиционный сезон дождей, в этом году здесь выпало гораздо больше осадков, чем обычно. Как говорят ученые, погода становится непредсказуемой из-за изменения климата, но ситуацию ухудшает вырубка лесов и засыпание дамб. И в завершение выпуска о доброй многолетней традиции этих дней не на оленью пряжке, а на лодке. Иерусалимский Санта-Клаус уже принялся доставлять подарки по воде. Скоро из Сакасиси, именно так здесь зовут Деда Мороза, порадует детвору в Израиле. Вот он плывет по Галилейскому морю с горой сюрпризов для послушных детей, а вот делает коронное хо-хо-хо на суше. Свой средневековый дом местный Санта преобразовал в резиденцию, а весь священный город – в настоящую сказку. Субтитры создавал DimaTorzok